Сначала поднимите эти камешки Подвиньте вперёд Это трудно! Да! Теперь назад Хлопок означает команду «Стоп!» Прекрасно! И, наконец, один простой вопрос Магию следует использовать только в разумных целях или для забавы? Ну, я думаю, магию следует использовать только в разумных целях Верно! Вы все сдали экзамен по магии! Ура! И я снова миссис Эльф! Дайте же я вас обниму! Вы все молодцы! Вот ваши права! Я сам их подписал, как главный инспектор! Я знала, что они сдадут, я сама их учила! Но ведь это и есть самое удивительное! Спасибо, мудрый Эльф! Думаю, это нужно отметить! Да, да! Устроим вечеринку! А какая же вечеринка без волшебного железа? Эээ, няня, не думаю, что стоит... Ещё желе! Ещё больше! А-а-а! Потоп из железа! Потоп из железа! Ромашки-букашки! Кажется, немножко не рассчитала! Да вы что, няня-плам? У вас хотя бы лицензия есть? Конечно же есть! Ой-ой-ой! Она же просрочена! И что это значит? А это значит... Она недействительна! То есть я не могу колдовать? Нет! Это противозаконно! Взрослые не могут колдовать без лицензии! Что? Я конфискую вашу палочку! Вы не имеете права! Как раз и имею! Это произвол! Я пожалуюсь королю! Ха-ха-ха-ха! О! Одна из звёзд движется! Может, это падающая звезда? О! Я тоже её вижу! О! Она врежется в землю! Ого! Это было близко! Давай посмотрим! Вот куда упала звезда! Делала большую яму! Это невероятно! Сколько дыма! Наверняка горячая! Спустимся вниз и рассмотрим поближе! Нет! Вернёмся к ней завтра, когда она остынет! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Бен! Не хочешь позавтракать? Потом, мам! Я спешу к упавшей звезде! Привет, Бен! Привет, Холли! Ой! А откуда эта яма? Падающая звезда! Она упала с неба! Прекрасно! Ну, как выглядит эта упавшая с неба штука? А вот сейчас и узнаю, Ваше Величество Опустить ковш Она с окнами Это что, корабль? Это летающая тарелка Она открывается Не паниковать Это вполне может быть вторжение Плип-плюп Это вторжение пришельцев Все быстро паникуем Плип-плюп Будет теплый и солнечный Король, чертополох Гастону уже намного лучше Чудесно Фиксийский фунт неожиданно упал Так же, как и Коблиновский Гастон говорит, что эта передача Очень нудная А как тебе вот это? Эта программа слишком шумная О, эта программа ему нравится Смотри, папа Гастон уже больше не чихает А если Гастону стало лучше Может, он пойдет домой? Но, папочка Гастон не может пойти домой Пока там ведутся работы Он может снова заболеть И он будет грустить Да, мы не хотим, чтобы Гастон грустил Гастон говорит, что вы самый добрый король Во всем мире Спасибо, Гастон Я пойду посмотрю, что там эльфы делают С твоей пещерой Здравствуй, старый мудрый эльф Сколько времени займет эта работа? Как мы любим говорить В строительстве спешки не должно быть Может, здесь спешка не помешает? Боюсь, у нас тут слишком много работы, ваше величество Эээ, возможно, это глупая идея Но вы не пробовали камнем закрыть дыру? Хо-хо-хо-хо Действительно, это глупая идея Но, может, все же стоит попробовать? При всем уважении, ваше величество Мы свою работу знаем Вы король А я строитель Конечно Здравствуйте, няня Плав Что случилось, Бен? Я даже двери не успела тебе открыть Холли может выйти поиграть Боюсь, что принцесса Холли немного занята Привет, Бен Привет, Холли А у меня новые часы Ого! Это настоящие часы? Да Слышно, как они тикают Да Бен, можешь сказать, который час? Нет Сегодня в школе нас будут учить, как это правильно сделать Да Я уверена, что ты не хочешь опоздать Я эльф! Мы никогда не опаздываем! Пока, Холли! Пока, Бен! Хочу, чтобы у меня были часы Зачем они вам, принцесса Холли? Если бы у меня были часы, я бы могла сказать, который час Нам, феям, не нужны часы Есть другие способы узнать, который час Какие, няня? У нас часы-одуванчики Вот хороший Как одуванчик может сказать время? Нужно посчитать, за сколько раз ты сдуешь его семена Вот так Раз Два Три Получилось три раза Значит, сейчас три часа Я тоже хочу Раз Значит, сейчас час О, няня, а сейчас точно час дня? Не совсем Это такая игра Но Бен учится говорить, который час по-настоящему Могу я пойти к нему на урок? Ох, хорошо Не думаю, что там будет весело Когда большая стрелка и маленькая стрелка показывают вверх Это означает полдень Я делаю игрушечную машину А я делаю уточку А я вертолет А я лодку А я делаю лягушку А я кролика А я делаю робота О И я вижу, что у мисс Холли нет игрушки Ничего страшного Я себе наколдую игрушку По палочке велению По моему хотению Мисс Холли Магия запрещена в школе эльфов Только потому, что эльфы ею не владеют Эльфы могли бы пользоваться магией Если бы хотели Но они этого не делают Они эльфы Мисс Холли Сегодня вы можете поработать над этой игрушечной совой Спасибо, старый мудрый эльф А я пока заберу у вас палочку Так вы сможете научиться делать игрушки Как эльфы Без магии О Не волнуйтесь Вы заберете палочку после занятий Мальчики и девочки Возьмите в руки молоточки И не забывайте бить нежно Давай играть в другую игру Да Давай в прятки Хорошо Мы поиграем в прятки Ура Обожаю играть в прятки Но только, Чур, не летать Согласна Только не летать Раз Два Три Не подглядывай Хорошо Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Все Я иду искать Бен Бен хорошо спрятался Здесь нет Здесь его тоже нет Бен Дай подсказку Пожалуйста Очень холодно Еще холодней О Теплей Горячо Горячо-горячо Попался Ой, здесь никого нет Совсем холодно Мне ужасно скучно У меня есть занятие поинтересней Вот он я Попался Здорово спрятался Да, Холи? Ну, в общем, нормально Все эльфы хорошо прячутся А я же настоящий эльф Теперь я прячусь Запомни Играй честно И не летай Пожалуйста Не буду Обещаю Хи-хи-хи Вот слезняк Холли Может быть, ты попросишь на сей раз Только советую кричать погромче Так как слезняки слышат не очень хорошо Почему так няня? Просто у них нет ушей Можно немного слизи земли собрать? Мы не имеем права собирать чужую слизь, не спросив разрешения Это невежливо Здравствуйте, мистер Слизняк Громче! Привет! Э-э, мой папа, король, заболел Нам очень нужна слизь, чтобы сделать лекарство Можно мы соберем немного в эту банку, мистер? Кажется, он сказал «да». Давай. Господин Слизняк, спасибо вам огромное. Молодец, Холли. Проверим по списку. Капли росы? Здесь, няня Плам. А слизь? Здесь, няня Плам. Так, еще нам нужна отрыжка. А это самое сложное. Вон, жаба, няня. О, доброе утром, мистер жаба. Вас не затруднит рыгнуть в эту банку. Расслабьтесь, вот так. О, у нас мало времени. Чтобы младенец рыгнул, его гладят по спине. Ладно, я поглажу ее по спине. Кажется, я что-то слышу. Ура! Возвращаемся. Мне можно слезать? Конечно, Ваше Величество. Смотрите, трещина. Ой, папа, ты разбил наше яйцо. Нет. Яйцо трякается само. Видите, это птенец. Ой, какой милый птенчик. А-а-а-а-а. Чудно. Сейчас мама услышит его зов и прилетит за ним. А я вернусь к работе. Смотрите, птенец идет за няней плам. Обычно первый, кого видит птенец, это его мама. А этот птенец увидел няню первый. Вот он и думает, что няня его мама. Слушай, я не твоя мама. Птенец голодный. Мама должна дать ему еду. У меня нет еды. А что едят птенцы? Насекомых и червячков. Гастон насекомое. Гастон, может тебе лучше назад отойти? Нам надо найти червячков. Но как? Мы их и заманим. Вот так. Они примут это за гром и выползут под дождь. О-о-о. Вон червяк. Ой, он убежал. О-о-о. Давайте, ребята, еще разок. Вон еще червяк. Объединитесь в пары для последнего состязания. Вон кисти лешками. О, боже. У Бена нет напарника. Можно я буду твоей парой, Бен? Обещаю не пользоваться магией и не летать. Нет, ты и так уже все испортила. Пожалуйста, я знаю, у меня получится. Э-э-э, а что значит гонки с тележками? Смотри, вот как это делается. Видишь? Я очень хорошо хожу на руках. Это прям как гимнастика. Ну ладно, уговорила. Ну надо же. Фея. Ну что ж, правила не запрещают феям участвовать. Все на старт. Внимание. Марш. Боже мой. Победителями стали Бен-эльф и фея-прицесса Холли. Спасибо, Холли. Нет проблем, Бен. Кто бы мог подумать, что фея выиграет эту гонку. А еще я умею так. Ух ты! Фантастика. Что это было? Танцы, гимнастика и, конечно, конкурс красоты. Хорошо. На следующих эльфийских играх будут танцы и гимнастика. А как же показ красоты? Да. И показ красоты. Ура! Пусть принцесса Холли научит нас это делать. Хи-хи. С удовольствием. С удовольствием. Няня, с тобой все в порядке? Да. Я хотя бы сухая. Нянины крылья насквозь промокли. Она не может летать. Ей никак не выбраться с того острова. Няня Плам, вы позволите вас спасти? Эм, нет. Я подожду, когда крылья высохнут, а потом перелечу. Кажется, та птица ищет червяков. Надеюсь, эта птица не примет меня за червя. Ой, няня Плам попала в гнездо. Все будет в порядке, если птенцы не вылупятся. О, боже. С виду птенцы очень голодные. О, господи. Крылья еще мокрые. А-а-а-а-а! Няня Плам! Это неприятно. Но это всего лишь грязь. Кажется, это зыбучие пески. Няня Плам, похоже, вы уходите под землю. Э-э, Бэ? Ладно. Я хочу, чтобы ты меня спас. Фантастика! Вперед, Гастон! Вперед, вперед! Не двигайтесь, няня Плам! Сейчас я наброшу лосо вам на талию. Слишком тяжелое. Гастон, тяни сильнее! Ура! Фу, няня Плам! Мам, от вас пахнет чудовищно! Что ж, хорошо, что больше никто не видит этого. Уровень первый. Компьютерный зал. Хи-хи! Мне понравилось. О, у меня в животе заурчало. Здорово, правда? А будет еще лучше в следующий раз. Что значит еще лучше? Увидите. Прошу за мной. О-о-о-о-о-о! В этом зале мы решаем, как игрушки будут выглядеть. Я думала, вы придумываете это на ходу. О, нет, нет, нет. Игрушки разрабатываются на мельчайших деталей. Никаких случайностей. О, боже, какая сложная у вас работа. Мы гордимся своей основательностью. На экране мы выбираем цвета. Это кукла для Санта-Клауса. Да? Так, для примера. При желании я могу изменить цвет платья куклы с красного на синий. Синее платье. На эльфийской фабрике все поймут, что нужно красить платье в синий. Но Санта-Клаус просил красное платье. Я помню об этом, принцесса Холли. Я просто показал вам пример. Все на борт. Мы едем на эльфийскую фабрику. О, нам снова придется спускаться. Да, няня. Наша фабрика очень глубоко. В корнях дерева. И насколько глубоко? Ужасно глубоко. Все на борт. Мы совсем не опускаемся пока. Подожди, Холли. Наша цель – уровень девяносто девять. Держитесь. О, боже мой живот. Как мне нравится. Дело в том, что ведьмы вообще ничего не делают. От них дурно пахнет, и у них получаются ужасные кексы. Что? Касательно магии, они безвредны. Она, наверное, даже не в состоянии исполнить заклинание «Превращение». Но я могу. Тогда почему же вы не уберете весь этот ужас? Просто... Почему не сделаете кресла более удобными? Прекратите, няня. Вы можете спечь вкусный торт. Я предупреждаю вас. Почему вы не купите себе новых вещей? Если ты хоть что-то изменишь... Или косметики. Простите, что пришлось заморозить няню Плам. Она была грубо со мной. Не думаю, что няня Плам хотела вас обидеть, миссис ведьма. Возможно. Но так получилось. Вы навсегда оставите няню замороженной? Нет. Если няня извинится, то она сможет уйти. Няня, извинись перед миссис ведьмой. Я не стану извиняться. Я только хотела помочь ты, глупая старая ведьма. Оу. Так вы не отпустите няню? Нет. Нам нужна помощь. А можно мы пойдем, миссис ведьма? Конечно. Мне было очень приятно ваше общество. Что у тебя за план? Мы должны попасть к королю. Да. Папа сможет договориться с ведьмой. И она отпустит няню. Пока. Эм. Пока. Большое спасибо, что впустили нас. Да. Спасибо, миссис ведьма. До свидания. Пока. Быстро. Бежим. Ура! Так, осталось только Бена превратить обратно в Бена. У меня есть отличная идея. Если мы скажем заклятие, все вместе. Да, выйдет прекрасно. Абра-бра-запези! Фу, какая гадость. Я был птенцом и ел мерзких червяков. Кажется, заклинание недоработано. Бен превратился в зайчика. Ох, теперь он ускачет куда-нибудь, и нам всем придется искать его с самого начала. Ох, какой у нас неудачный день. Что уж говорить про бедного Бена. Боже мой, наконец-то, Холли. Я искала тебя повсюду. Прости, няня, но Бен все время куда-то убегал, и нам приходилось его искать. Понятно. А где та жаба, которую нужно превратить в Бена? Э-э-э, вот она. Но это же заяц. Сначала Бен стал жабой. Потом птицей. А в конце концов он превратился в огромного зайца. Мы уже все перепробовали. Это доказывает то, что вам обеим нужно больше упражняться. Да, няня Плам. В вашем возрасте феи должны справляться с такими задачами. Да, няня Плам. Смотрите и учитесь. Превратив Бена в жабу, абракозобиди, не надо было делать его птицей. Забиди бы! И уж тем более зайчиком. Абракозобиди! Нет, для начала надо было сделать его Беном снова. Абракозобиди, забиди бы! Ура! Фу, я рад, что все кончилось. Дети, повторяйте за мной. Корзина дай в дорогу. Желе-желе, но немного. Корзина дай в дорогу. Желе-желе, но немного. Ура! О, этого слишком мало. На всех не хватит, не так ли? Нет, надо еще больше. Ладно, давайте так. Корзина дай-ка еще, еще, еще. Корзина дай еще, еще, еще. Фю, я уж было подумал, что нам не избежать очередного потопа. Пусть потоп, пусть потоп, пусть потоп. Мы утонем. Няня, слишком много желе. Спасай, няня. Шазам, шази, чудо-пудинг. Цгинь, цгинь, цгинь. Няня, помогите. Няня, сделай хоть что-нибудь. Есть заклятие стоп-магия, верное. Но оно только для королевской тревоги. Я объявляю королевскую тревогу. Гром и молния, Огонь и лед, Волшебство сейчас уйдет. Сработало! Няня, где продукты? Прости, я отменила всю магию. А значит, и наш волшебный пикник. Как странно. Мои продукты все целы. Они ведь и не были волшебными. И к великому счастью, и хватит на всех нас. Кастон не грустит. Напротив, он очень весел. Что ж, ты будешь еще больше рад, когда заглянешь в пещеру. Гастон! Я ж сказала, божьи короткие вечно недовольны. Гастон, скажи, что с тобой? О, боже. Няня, что он сказал? Ему нравилось, каким был его дом раньше. Грязный и захламленный. О, прости нас, Гастон. Не бойся, мы сделаем все, как тебе нравится. Да. Мы хорошо умеем устраивать беспорядок. Пау-пау-пау. Пау-пау. Пау-пау. Вот это весело. Паутина здесь, паутина там. Здорово! Раз, два, три. Грязную поспель на место верни. Грязный носок сюда И разбросаем леденцы Чудно, последний штрих И всё, готово Молодцы, ребята Теперь здесь так же грязно, как и раньше Ура! А если опять понадобится устроить здесь беспорядок Не стесняйся, Гастон, позови нас, мы поможем Да, а для чего же ещё нужны друзья? Пойдём, поиграем! Скажи-ка, она умеет летать? Палочка волшебная, но вряд ли она умеет летать Что ж, но она где-то там Вот если бы она могла подсказать нам, где её искать Подскажет! Не словами, конечно Но моя палочка умеет издавать звенящий звук Класс! Можешь её позвать? Сейчас! Палочка! Палочка! Это моя палочка А звон идёт оттуда Это Галка Палочка у неё А Галки любят всё блестящее Она очень высоко А мама мне не велела так высоко летать Нет проблем Я влезу туда Осторожней, Бен! Не бойся, Холли Эльфы хорошо лазают А я же настоящий эльф Славная птичка Слушай, ты не могла бы вернуть нам нашу палочку? О, как нам повезло! Молодец, Бен! Хитростью заставить Галку раскрыть клюв Я бы ни за что не догадалась Эм, да Эльфы очень хорошо это умеют делать Надо бежать Пока Галка не придумала, что делать Ты прав! Вперёд, Гастон! Вперёд! Вперёд! Отойдите! Морковь поднимаем! И раз! И два! И три! Классно! Здравствуй, принцесса Холли Здравствуйте, миссис Эльф Ха-ха-ха-ха Сюда! Пока! До свидания! Это капустная грядка У-у-у! Все в укрытие! Все в укрытие! Все в укрытие! Все в укрытие! У-у-у-у! А зачем вы раскрыли зонтик? Сейчас мы устроим дождь Волшебный, что ли? Нам не нужна магия Потому что у нас есть огромная лейка Надо же! И раз! И два! И три! И четыре! Поразительно! Конечно, поразительно! Но ты ещё не видела наших томатов У-у-у! Это наша плантация томатов Ух ты! Я боюсь, в помидорах завелась тля О, боже! Зловредная тля обожает пыдать наши томаты Улетайте! Кыш! 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 Ой! Они опять возвращаются! Да! Вот бы нам найти способ избавиться от них навсегда! Ау-ау-ау-ау-ау-ау! Здорово! Гастон смог их прогнать! Ну, точно! Ведь божьи коровки питаются тлёй! Умница, Гастон! Ты наш главный борец с вредителями! Можно собрать урожай томатов Начнём!